Для Марии Староверовой эта выставка – своеобразная проба пера. Впервые молодой автор в одиночку выставляет свои работы на суд зрителей. И первая персональная выставка, конечно, запоминающиеся явления и для самой художницы. Очень волнительно, я счастлива, очень сильно рада. На сегодняшний день у Марии уже два высших образования. Она специалист в области дизайна среды и архитектуры. Работу ландшафтным архитектором девушка успешно совмещает с написанием живописных картин. Свои картины Мария пишет в стиле романтического реализма, немного украшая реальность, чтобы добиться выразительности образов. Когда училась в школе изобразительных искусств, проходила определенный курс, она проявляла себя действительно такой внимательной ученицей, которая сосредотачивалась на определенных деталях, на пространстве, на цвете, на колорите. Для первого преподавателя Марии эта выставка – важная ступень в творческой деятельности его ученицы. Сама же девушка уверяет – черпать вдохновение ей помогают путешествия. Я очень люблю архитектурную живопись, архитектурные пейзажи. Конечно, меня привлекают, естественно, дворцы и парки. В этом году я первый раз побывала в Крыму. Мне там безумно понравилось. Вот чудесное место. Обязательно в следующий год еще раз поеду. И там вот была создана картина «Вранцузский дворец». По мнению коллег-художников, главное достижение автора этих картин в том, что девушке удается внедрять новшество в искусстве, оставаясь при этом верной себе. Мы можем подражать кому-то, даже современному искусству, особенно европейскому, западному, американскому. Маша стоит на позиции русского искусства. Эта выставка молодого автора стала своеобразным открытием для горожан. Хочется надеяться, что подобные выставки молодых художников будут радовать жителей Обнинска как можно чаще. Руслан Ярулин, Николай Подлепалин, телекомпания Обнинск ТВ.